В начале 40-х годов на четвертом этаже здания завода управления была комната правительственной связи. В ней несколько телефонов ВЧ и массивный сейф. В нем пакет, который надлежало вскрыть руководителю в случае начала войны. Такие пакеты были во всех крупных организациях. Обновлялись они один раз в год. Предприятию предстояло в кратчайший срок освоить выпуск броневой стали. На большегрузных 200-тонных мартеновских печах с основным подом никто в мире не варил броню. Было раннее утро 22 июня 41 года. Директор не знал, что уже через месяц фашистские войска окажутся на подступах к Москве. А в первые недели сражений будут сожжены 10 тысяч советских танков. Никто не мог предвидеть, что с пакетом Григорий Носов открывает самую яркую страницу в истории магнитки, о которой будут помнить в веках. В этот же день Григорий Носов подписал приказ о создании броневого бюро. В то время магнитогорцы знали, как варить броневую сталь только из книг. В Советском Союзе все броневые заводы были сосредоточены на Украине. И все были потеряны в первые месяцы войны. Магнитогорский завод был рассчитан на мирную продукцию. Самые мощные в Европе 200-тонные печи могли каждый день выдавать почти 10 тысяч тонн металла, но исключительно рядовых марок. В это время на магнитке работали несколько сталиплавильщиков из Ленинграда. Первое предложение было снизить емкость мартеновских печей с 200 до 100 тонн и варить броню дуплекс-процессом. Сначала в одной печке, потом в другой. Вот решили не прекращать плавку стали в основной печи, а довести до конца. То, что делали в кислой печи, сделалось в основной. Это противоречивало теоретическим представлениям того времени. Но специалисты ММК под руководством Григория Ивановича Носова понимали, наверное, что можно без существенного ущерба для качества металла, практически можно без всякого ущерба, варить в саль только в основной маркеновской печи. Носов не разрешил уменьшать печи. В военных условиях снизить производство почти в половину было неприемлемо. Ленинградцы попросили у директора маленькую печь в фасонно-литейном цехе для экспериментов. По сути, это была даже не печь, а варганка, объемом в полторы-две тонны. Носов опять отказал. Берите сразу большегрузный агрегат. Дам лучших столеваров. Первая плавка ушла в брак. Вторая получилась. Третья, четвертая, пятая – снова неудача. Один из броневых полигонов находился прямо здесь, на берегу Урала. Место выбрано удачно. Рядом подъездные пути и до столеплавильного производства менее километра. Броневую плиту ставили на козлы и расстреливали практически в упор. Бывало, она разлеталась, как яичная скорлупа. Тогда всю партию браковали и отправляли в переплавку. Из пушки с танкой в упор стреляли в поставленный поперек линии полета снаряда броневой лист. Снаряд его всегда пробивал, но по-разному. Если баня хорошая, он выбивал так называемую пробку. Вот такой кусок металла цилиндрической формы. Оставалось отверстие в виде трубки через всю броню. А если была тарелка, он ударялся и откалывался металл. С другой стороны выход был более широкий, чем вход. Это считался металлом. Плохой его не пропускали. Ценой нечеловеческих усилий после нескольких недель проб и ошибок начали варить броневую сталь. Грань была настолько зыбкой, что приступая к плавке, сталевары не знали, что у них может получиться. В броню обязательно добавляют редкоземельные элементы, так называемые ферросплавы. Основа брони – хром, а его уже через месяц после начала войны стало не хватать. Враг занял почти все месторождения. И тогда случилось чудо, над которым историки и металлурги ломают голову до сих пор. Магнитогорцам удалось практически заново изобрести броневую сталь без многих высоколегированных добавок. При плавке во время войны, вот когда я работал, уже этого не было, присутствовал военпред, военный представитель на плавке. Он присутствовал. Был штат такой. Я одного знал, Лебедев Иванович, вот так, около нас там, далеко же. Вот фактор кадровый играл большую роль. Секрет магнитогорской брони не сумели разгадать ни немцы, ни англичане, ни американцы. Ее состав даже сейчас не встретишь в широкой печати. Германцы в конце войны остались без сырьевой базы, но не сумели, как магнитогорцы, сварить кашу из топора. В сухие формулы невозможно уместить опыт столеваров, которые с первого взгляда определяли степень нагрева металла. Вальцовщиков, катавших броню, температурой выше тысячи градусов, испытывая нечеловеческие перегрузки от жары и обезвоживания. У нас перед печкой плитка такая металлическая. Вот ложкой каждый первый подручный опыт, если умеет, сливает в одну точку металл. И он растекается. Если начинает, вот как, знаете, закаляют металл, там жилки селененькие всякие бегают. И она даже приварится к этому. Все, мастер говорит, иди разделай. Всеобщий порыв не щадить себя в глубоком тылу. Все для фронта, все для победы. Но сварить броню – это только полдела. Надо было ее прокатать. В те времена была известна броневая сталь двух типов. Монолитная – она шла на закругленные части танка и на башне. И листовая. При прокатке с двух сторон получался так называемый цементированный слой особо прочного металла. Лобовая броня Т-34 со спичечный коробок – 5 сантиметров. Но крепили ее на танке под углом, тем самым увеличивая ширину защитного слоя. Большинство снарядов от него рикошетили. Башня в два раза толще. До конца войны немцы не применяли цельнолитых башен. Их броня на танках была сварная. От мощных пушек она лопалась по швам. Предвоенный год комбинат завершил удачно. План был перевыполнен по всем показателям. К тому же удалось смонтировать «Блюминг-3» – первенец уральского завода тяжелого машиностроения. Его сделали с таким запасом прочности, что сразу же возникла идея прокатывать броню на «Блюминге». Уже был в пути специализированный броневой стан из Мариуполя. Но фронт не ждал. И надо было принимать решение. Полномасштабная прокатка брони на «Блюминге» – один из мифов советской эпохи. Его производительность на броне была в 10 раз ниже, чем на рядовых марках стали. К тому же перед войной в Советском Союзе был накоплен грандиозный стратегический запас брони. Но об этом магнитогорцы не знали. Один звонок из Москвы остановил бы эксперимент. Но никто из окружения Сталина не поднял трубку. Решение об использовании «Блюминга» полностью переложили на плечи Носова. Он дневал и ночевал на заводе. Да он каждый день был. Он в 6 часов утра уже идет. Ни охраны, ничего. Руки назад. Он же немножко сутулый был. И все. Он ни одного дня не было, чтобы он не приходил. Утром рано. Или если утром не прошел, то даже вот у него последние близнецы были. И их проводил. С близнецами проходил это днем уже. Он каждый раз. А тем более, тогда же вот это и военные все заказы были. И эти пулеметные сетки. Там броня разная была. Говорили. Он ни одного дня не пропускал. Но здоровался со всеми. У нас один был дедуля среднеуральская. Не совсем это. Он все к нему с сигаретами закурить. Он ему сигарет давал закурить. К началу войны Григорию Ивановичу исполнилось 36 лет. Это был решительный человек, не боявшийся взять на себя всю полноту ответственности. Не раз Носов находился на волоске от НКВДшных застенков. У многих похолодела спина, когда первая отливка броневой стали двинулась в клеть Блюминга. Слиток был гораздо тяжелее обычного, полукруглой формы, нагрет до 600 градусов. Если бы стан вышел из строя, лагерь, а возможно и расстрел, Носову были бы гарантированы. Блюминг – ворота прокатного передела. Он давал подкат для последующих листовых и сортовых станов. Его поломка означала бы остановку комбината в целом. Но стан выдержал. Правда, на прокатку одной броневой плиты уходило 20 минут. Каждый раз обжатие шло всего лишь на 1 мм. Впоследствии катали броню, разогретую более чем до 1000 градусов. Практически это был жидкий металл. Но скорость прокатки удалось увеличить в три раза. На одну плиту уходило всего лишь 6 минут. А мариупольский стан был в пути. Никто точно не знал его размеры, но было строжайшее задание – смонтировать его в течение двух месяцев. Именно с мариупольским станом связана самая драматическая страница в истории магнитогорской брони. Было готово здание нового фасонно-литейного цеха. Москва настоятельно рекомендовала смонтировать броневой стан здесь. Но фасонка стояла на скальном грунте. Невозможно было углубить фундаменты, если бы стан не вписался в цеховые пролеты. К тому же фасонно-литейный цех необходим был для отливки танковых башен. Надо было за два месяца построить новый цех. По нормам мирного времени на это отводилось два года. Уже к концу 41-го года была организована так называемая трудармия. В нее мобилизовывали точно так же, как на фронт. Больные, подростки, женщины подлежали призыву. К началу 42-го года из 40 тысяч всех работающих на комбинате 70% были из трудовой армии. Эшелонами привозили выходцев из Средней Азии, таджиков, узбеков, казахов. Они погибали тысячами, непривычные к местной пище и суровым зимам. Хоронили их без гробов, в широких рвах. До наших дней не сохранилось ни одной братской могилы. Ну, по-моему, казахи были. Их у нас сколько под печью там и померло, и все-то дальше. Мы печи работали на коксодоменном газу, особенно когда с ремонта печь сырая. И они там угорали. И в этих, там еще ребята и деньги находили в их халатах. Резко подскочил травматизм на комбинате. Статистика людских потерь на трудовом фронте засекречена до сих пор. Это одно из немногих групповых захоронений. Здесь лежат мартеновцы, погибшие при аварии. На них опрокинулся сталеразливочный ковш с кипящей броневой сталью. 14 человек. Младшему 17, старшему 45. Разливщик наш, который брал металл, ему бежать некуда. Я сам наблюдал сзади мы с печи бы. Вот так по колену метали, бежал на паровоз. Все уперся, сел и сгорел. Ему бежать некуда было. Это наш Голиуллин. Старший разливщик был. И машинист. Вот наш, тот, который брал кабины, что тогда открыто были. И он, его там все в кабине загорелось, он вывалился с кабины. Упал на зиму. А тут же народ кругом, везде. А начальник смены, он был в фуфайке, в ватных брюках, в валенках. Бежит, кричит, сюда нельзя, сюда нельзя. А сам горит. Его ловит, чтобы спасти. Ну, а пока ловили, все, он весь обгорел. Ну, хоть он обгорел и помер. А остальные кости собирали, носилками ходили. Между тем, строительство цеха для броневого стана велось ударными темпами. Зачастую без экскаваторов, подъемных машин. Люди за два месяца буквально голыми руками подняли стены огромного здания. Мариупольский стан начал работать в начале 42-го года. Ему по зубам был любой, самый прочный металл. Паровой привод невозможно было вывести из строя. Сбивали окалин из броневых листов березовыми вениками. Гидросбива не было. И вся Башкирия работала на привоз вот этой березовой метлы технической, которую по машине сбрасывали подстан на лист, потом подстан, а потом из подстана все равно рабочие вытаскивали эту метлу. Уже к началу битвы под Москвой на фронт стали поступать танки Т-34 из магнитогорской брони. Вал броневой стали нарастал с каждым днем и достиг своего апогея к началу Курской битвы. На стороне немцев на огненной дуге воевала вся индустриальная Европа. Чешские танки Шкода, французские Рено. Гитлер бросил в бой новейшие разработки немецких инженеров. Так называемый «зверинец», тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», самоходные орудия «Фердинанд». Их пушки пробивали Т-34 насквозь с расстояния полтора километра. Нашим же танкистам для верного выстрела необходимо было подойти на 400-500 метров. Обычно танк два боя выдерживал. Два боя, треть будет, хотя сейчас кино показывает, что они там всю войну на нем прошли, и на этом танке такого нету. Они уничтожались, честно говоря. Но советских танков было больше. Настолько больше, что для них зачастую не хватало экипажей. Тогда и появился приказ Сталина о возвращении танкистов, воевавших в пехотном строю, на боевые машины. Гитлер проиграл эту битву. Он проиграл ее в ту минуту, когда Григорий Носов вскрыл пакет с приказом наркомата обороны о переводе ММК на военные рельсы. За два года до окончания войны Т-34 стал сдавать свои позиции. Появился наш новый тяжелый танк ИС Иосиф Сталин. Именно такой поднят на пьедестал на площади Победы. Челябинский танкоград, который полностью был зависим от поставок магнитогорской брони, первым перешел на производство новых машин. Башни для этих танков по-прежнему отливали на магнитке. Но в историю Великой Отечественной уже были вписаны знаменитые слова. Каждый второй танк Т-34 и каждый третий снаряд был из магнитогорской стали. Но мало кто знает, что каждый второй магнитогорец, ушедший на фронт, не вернулся домой. С этой точки обзора панорама комбината практически не изменилась за минувшие 65 лет. А вот здесь была гора магнитная. Ее верхушка превышала соседнюю горку. Запас у руды сотни миллионов тонн, содержание самородного железа свыше 70%. Ее практически полностью срыли за четыре огненных года. Сейчас на этом месте глубочайшая воронка, как от колоссальной бомбы. Карьер уходит вглубь земли еще метров на сто. Григорий Носов, стальной король России, умер в 1951 году. Война настигла его через шесть лет после победы. За годы войны наш металлургический комбинат получил два ордена. Первый орден был получен в 1943 году. Это орден Ленина. Ну а 31 марта 1945 года металлургический комбинат имени Сталина получил второй орден, орден Трудового Красного Знамени. 79 раз коллективы металлургического комбината выходили победителями во всесоюзных соревнованиях и были награждены знаменами Государственного комитета обороны. Кузнецкий металлургический комбинат, который тоже немало сделал для победы, получил боевой орден Красного Знамени. До сих пор магнитогорцы чувствуют себя обделенными, хотя орден Ленина по статусу выше. За годы войны комбинат почти в два раза увеличил производство. Были построены в рекордно короткие сроки две доменные печи и несколько прокатных станов. Еще долго после 1945 года металлурги шутили. Везде отменили военное время, только не на магнитке. Скорость прокатки на основных станах была 20 метров в секунду, в два раза выше, чем на других металлургических предприятиях. 52 металлурга получили звание Герой социалистического труда. Большая часть из них начинали трудовую деятельность в огненные годы. Мы до сих пор не понимаем, как древние египтяне сумели возвести свои пирамиды. Но необычное в одном шаге от нас. Как наши деды и отцы сумели за два-три месяца эвакуировать на восток десятки тысяч промышленных предприятий, из колес запустить их в работу. В истории магнитогорской брони с каждым годом становится все больше белых пятен. Уходят из жизни свидетели той эпохи. А письменные воспоминания еще в советское время были значительно выхолощены цензурой. Десятки лет из Москвы на предприятие спускались планы от достигнутого. То есть, если магнитка в прошлом году выплавила 10 миллионов тонн стали, в нынешнем обязана выдать 10,5. За счет магнитки были построены десятки современных металлургических предприятий, в том числе Новолипецкий комбинат и Северсталь. А на ММК оставалось только две копейки с каждого рубля прибыли. Ни средств, ни сил на модернизацию не было. Рекордный для завода год 1989. 14 миллионов тонн чугуна. 16 миллионов тонн стали. 14 миллионов тонн проката. К началу перестройки магнитка выдохлась полностью. Последние 20 лет на заводе шла реконструкция. Были построены новые современные цехи. Сейчас предприятие входит в двадцатку крупнейших металлургических заводов мира. Это самый мощный в Европе конвертерный цех. Конвертеры гораздо проще мартеновских печей. Плавка длится 40 минут. Молодым столеварам по 20-25 лет. Их ровесники в годы войны считались признанными асами. А им еще многому надо учиться. Конвертерный цех может выплывить любую из двух тысяч известных в мире марок стали. В том числе и броню. Для этого есть специальные установки для внепечной обработки стали. Может и сегодня они варят высококачественную сталь по крепости, сравнимую с алмазом. Но они об этом не знают. У них есть только номер заказа и химические характеристики металла. И это уже другая броня. И для других танков. Субтитры создавал DimaTorzok